Итак, дорогие друзья, меня зовут Ярослав Ашихмин, я занимаюсь развитием технопарка Международного медицинского кластера. Мы продолжаем наши беседы с людьми, которые добились реальных успехов в биомедицине в России. Сегодня мы пригласили Илью Ясного, руководителя научного направления G Capital Advisors и InBio Ventures. Человека, который обладает огромным прекрасным пониманием новинок в биомедицине и знает про то, что такое трансляционная медицина, о которой сейчас так все много говорят. И вот первый вопрос будет к тебе. Давай расскажем, что это такое трансляционная медицина, почему они говорят все больше. Здравствуйте, во-первых. Да, это хороший вопрос и очень важный, потому что трансляционная медицина это такая, ну вот ты меня поправь, если я что-то не так буду говорить, но на мой взгляд это такая область деятельности, которая именно позволяет, очень практическая в первую очередь, которая позволяет научные разработки, научные исследования, которые возникли в рамках фундаментальной науки и даже, может быть, сначала не имели какого-то практического применения, постепенно с помощью, опять же, ряда научных экспериментов доводить до практического применения у пациентов, то есть до создания лекарств, медицинских технологий, в конце концов, выведения их на рынок и применения, что называется, on the bad side, то есть у кушетки пациента или на полках аптек. Но чем это отличается от той медицины, которая была там в 60-х, 70-х, 80-х годах? Чем она отличается от обычного нетрансляционного прогресса? Обычная медицина, насколько я могу судить, она, в принципе, пользуется плодами трансляционной медицины. Просто в 60-е и 70-е годы и раньше не было систематических каких-то структур, инфраструктуры и вообще понимания того, как превращать фундаментальные исследования в лекарства и технологии. И медицина пользовалась какими-то, я бы сказал, спорадическими плодами того, что делают ученые в лабораториях. Безусловно, были научные разработки, начиная с 20-го века, иммунология очень активно развивалась, другие области. Но где-то середина 50-х годов, вместе с развитием методов доказательной медицины, еще одной такой практической области, стал развиваться именно, стал развиваться системный подход к тому, как превращать ранние научные разработки в практические технологии. Ну, то есть, Флеминг, когда он работал с грибами, он не имел конечной цели создать антибиотик для лечения тяжелых инфекций. Ну, насколько мне известно, это было вообще случайное открытие. Случайное открытие. Да. Конечно, скажем, разработки вакцин даже в 19-м веке, они в какой-то мере являются прототипом вот этой трансляционной медицины, да, там были исследования сначала на животных, потом на людях, и только после этого вакцины рекомендовались широкому кругу исследователей, может быть, с этого как бы все и началось, вот такой систематический подход. Да, ну, то есть, представляется, что в рамках трансляционной медицины должна быть конкретная цель, и лекарство создается в итоге или технология против конкретной мишени, которая была, в общем-то, задумана изначально в самом начале процесса. Создание Виагра, например, опять же, не является трансляцией, потому что был выявлен побочный эффект при исследовании препарата первичного для там кардиологических заболеваний. И является, и не является, потому что, с одной стороны, да, как бы эффект обнаружился уже в клинических исследованиях, но, с другой стороны, потребовалось потом проведение клинических исследований, которые бы подтверждали вот эту находку. То есть, все равно в рамках и доказательной, и традиционной медицины был выведен препарат на рынок. Ну вот, кстати, рекодектора журналов трансляционной медицины, они часто спорят с авторами, которые подают исследования, и если они говорят из клинической практики, приходят в клиническую, это не трансляционное исследование. Я так вижу, что есть два понимания трансляционной медицины. Одно, как вот этот процесс проведения конкретного исследования с первой фазы до третьей, до четвертой фазы, а другое – это как вот целый такой большой процесс, который происходит принципиально и фундаментально, как ты сказал, области. Ну, наверное, тогда имеет смысл вот вкратце описать весь путь трансляционной медицины в строгом смысле и узком смысле слова. Сначала происходят какие-то исследования в области патофизиологии, молекулярной биологии, процессов клеточной биологии, которые связаны с болезнью, их отличия от здоровой физиологии. После этого в идеале происходит открытие мишеней или мишеней, то есть молекулярных, как правило, это белки, каких-то молекул, которые связаны с патогенезом, и только после этого начинается поиск лекарств, которые специфически действуют на эту мишень. Сначала в пробирке, потом, если такие лекарства найдены, они тестируются на животных, потом переходят в клинические исследования, тестируются на людях, и в конце концов, если они успешно проходят все эти стадии, то выходят на рынок и попадают к пациентам. Это идеальная картина, которая для некоторых лекарств действительно была пройдена, весь этот путь был пройден, но есть множество, конечно, исключений, и они довольно интересные. Вот два блока, как я понимаю, два ключевых есть блока в трансляции, то есть вот этот lost and translation между доклиническими исследованиями и клиническими, и второй блок, когда клиническое исследование закончилось, до попадания уже в систему здравоохранения, включения в клинические рекомендации. Ты так видишь? Второй блок я бы даже, наверное, не отнес уже к трансляционной медицине. А вот классическое определение, опять же, вот даже три получается трансляционной медицины. Потому что я бы еще добавил тогда один блок, это между открытием мишеней или процессов подфизиологических и получением кандидата лекарства. Его нельзя недооценивать, он, как правило, самый неизвестный по времени, самый трудоемкий и совершенно без надежды на успех. И вот, собственно, инструментарий трансляционной медицины, он заточен на то, чтобы как можно быстрее, продуктивнее проходить эти блоки. Да, совершенно верно. Есть она в России у нас? Я бы сказал коротко, что нет. То есть систематически точно нет. Я знаю, что есть несколько коллективов, разработчиков, которые понимают, как это делается и исповедуют, так сказать, эти принципы, и принципы доказательной медицины. Но в целом у нас отсутствует понимание того, как это делать. И практика, что самое главное. И вот вопрос. Эндо, который создал статину, тоже работал с грибами, с вешенкой. Многие гениальные идеи шли, как мне представляется, путем инсайта. И только потом, через длительное время, входили в клиническую практику. Минус, то, что очень долго, и технология может лежать где-то под сукном. А вот плюс в гениальности идеи. Как ты думаешь, когда ученых иногда вот такой жесткий трек загоняют, создание лекарства против конкретной болезни, не приводит это к тому, что мы утрачиваем то, что рядом, то, что может перевернуть, революционизировать нашу медицину? На каком-то этапе, я думаю, это полезно, когда ученых загоняют в такой трек. Дело в том, что все равно есть одни ученые и другие. Есть ученые, которые будут заниматься вот этой вот трансляцией в специфическом смысле слова от раннего этапа до конца клинических исследований. А есть ученые, которые будут заниматься фундаментальной наукой, и они абсолютно необходимы для того, чтобы появлялись новые лекарства. Как эти вещи между собой увязываются, это очень сложный вопрос, он в мире, в общем-то, нигде не решен. И как сделать так, чтобы быстрее фундаментальная наука генерировала новые инсайты, это тоже не решенный абсолютно вопрос, это творчество. Вопрос решенный, это как из ранней молекулы получать лекарства, работающие на прилавках. Вот этот вопрос в мире решен, а у нас нет, я бы так сказал. И инсайты, безусловно, даже если ученые, как ты говоришь, загнаны в рамке необходимости получения эффективности против конкретных каких-то заболеваний, все равно по дороге, это научный поиск, по дороге они, безусловно, будут открывать какие-то необычные свойства своих молекул, над которыми они работают, будут обнаруживать новые процессы биологические. То есть это не исключает научного поиска. Ты следишь за всеми новинками в биомедии. У тебя есть блог на сайте 22 век, ты публикуешься на биомолекуле. Прекрасные статьи, удивительные. Врачи многие читают, и биомедицинские технологи. Для наших зрителей, назови топ-3 медицинские технологии, которые уже сейчас можно использовать у пациентов, в том числе в рамках третьей фазы клинических исследований. Что самое многообещающее, на твой взгляд, сегодня? Из того, что еще не вышло на рынок? Ну, из того, что уже вышло, и то, что на стадии 3. То есть то, что вот-вот. Ну, самыми горячими вообще областями, я бы сказал, является генная терапия и иммуноонкология. А третье? Третье, это целая область, это не отдельные препараты. Третье... Искусственные органы какие-нибудь? Ну, поскольку я больше слежу за все-таки лекарственными новинками, ну, наверное, это открытие какие-то, опять же, в области иммунологии, там, аутоиммунных заболеваний. Постоянно появляются какие-то новые препараты. Ну, хорошо, два. Значит, вот иммунотерапия и генная терапия. Что это такое? Давай, расскажи про одну из них. Генная терапия – это попытка исправить дефект, врожденные дефекты генетически у человека, которые приводят к редким наследственным заболеваниям, таким как гемофилия, мукополисахаридозы, там, бета-толосемия и множество других таких названий. Несмотря на то, что эти заболевания называются редкими, их тысячи, то есть суммарно ими страдает довольно большое количество пациентов. Конечно, сейчас вот появились только первые ласточки в области генной терапии, было зарегистрировано буквально единицы препаратов. Они очень дорогие, достаточно сложные в производстве. суть состоит в том, как правило, что у человека отбираются его собственные клетки и модифицируются, а потом вводятся ему обратно. Либо ему вводится вирусный вектор, то есть такая вирусная частица, которая доставляет здоровый ген, например, в печень, и там начинается производство нормального белка. То есть без этой технологии обычными лекарствами практически невозможно лечить? Ну вот хороший пример – это гемофилия понятный. Гемофиликам нужны постоянные инъекции, тоже разработанных в рамках биотехнологии, дорогих препаратов. Факторов свёртывания крови. Да, факторов свёртывания крови. Что, понятно, ещё менее удобно и небезопасно. Факторы свёртывания крови работают не у всех, но если работают, то достаточно хорошо. Но они, а, очень дорогие, и, б, требуют постоянных инъекций. Здесь впервые появилась возможность с помощью одной инъекции исправить дефект. И, в принципе, пациенты, которым сделали такую инъекцию, уже там больше шести лет находятся под наблюдением, и им больше не нужны переливания крови. Это, конечно, фантастическое достижение. И это уже не единичный пример. Есть примеры детей с наследственными мышечными заболеваниями, которые после одной инъекции начинают через год ходить, там, разговаривать и даже танцевать. И это потрясающе. То есть, это ситуация, когда есть поломка в одном или небольшом количестве в одном гене, чётко понятная, которая приводит, как правило, к очень тяжёлому заболеванию. А вот если всё-таки поломок много, там, вот онкология, например, взять злокачественное образование, здесь может работать генная терапия? Значит, есть сейчас иммуно-онкологическая терапия, два зарегистрированных продукта, которые с помощью генной терапии изменяют ваши собственные клетки иммунной системы так, чтобы они атаковали раковую опухоль. То есть, изменяется не раковая опухоль, опять же, вставляется там один-два гена в эти клетки. То есть, сначала отбираются у пациента его собственные клетки, модифицируются с помощью генной инженерии и вводятся обратно к пациенту. И начинают атаковать раковые клетки у большинства пациентов, приводя к уменьшению опухоли. Таких примеров, чтобы заболевания лечились с помощью генной терапии, где много генов сломано, пока нет. До этого у нас технологии ещё не дошли во всём мире. Естественно, над этим пытаются работать. Придумывают разные подходы, чтобы они были более безопасны и эффективны. Но пока даже не все моногенные заболевания удаются лечить. Ну вот, например, Алекс Шнайдер сделал плазмиду P62, которая давит системные воспаления, например. Может быть, здесь могут быть реализованы подходы, которые связаны не со справлением конкретного гена, а с внедрением генов, которые будут действовать на уровень выше? В принципе, да. Это не исправление мультигенного заболевания, это введение каких-то новых генов в организм, которые там будут работать. Но пока что ни одной такой зарегистрированной в США и Европе терапии нет, которая бы что-то вырабатывала. Мы коснулись уже иммунно-онкологии, и известно, что дали в прошлом году даже Нобелевскую премию за открытие в этой сфере. Ты мог бы подробнее рассказать, что это такое, почему это такое чудо, как вот этот проект Святой Грааль, собственно, что случилось? Да, конечно. В принципе, если с исторической справки начать, было давно замечено, что у ряда пациентов с раковыми опухолями опухоль иногда регрессирует сама, и потом было обнаружено, что в таких опухолях, как правило, есть Т-лимфоциты, то есть такие клетки иммунной системы, которые эту опухоль способны убивать. После использовалось для лечения ряда пациентов так называемые интерлейкины и интерфероны, которые активируют иммунные клетки и позволяют им убивать опухоль. Но это все были такие ранние попытки, достаточно небезопасные. Но грубые достаточно воздействия. Достаточно грубые, да, потому что это очень неизбирательная активация, приводящая к множеству побочных эффектов. Что произошло в 2011 и далее года, впервые на рынок вышли препараты, антитела, которые избирательно действуют на мишени на клетках иммунной системы, снимая такой, так сказать, тормоз или блок с клеток иммунной системы, который не дает им атаковать раковые клетки. И они таким образом активируются и атакуют раковые клетки, что приводит к регрессии очень злокачественных опухолей. То есть впервые было показано и доказано, что у 20-30% пациентов с очень поздними стадиями рака, такими как метастатическая меланома. То есть ее иногда называли королевой опухоли? Да. Насколько она была ужасна? Да. Метастатический рак легкого, рак мочевого пузыря и теперь уже ряд других опухолей удается участие пациентов вылечить, причем совсем. То есть до сих пор есть, как я понимаю, живые пациенты, которые в первой фазе получили этот препарат, и они до сих пор живы? Да, их период наблюдения без признаков опухоли 15 лет и более уже составляет. Но это при всех опухолях эффективно? Нет, это эффективно не при всех опухолях и даже не у всех пациентов с такими опухолями. То есть вот я сказал, 20-30% пациентов отвечают на эту терапию и остаются в длительной ремиссии. А почему? У одних можно разбудить иммунную систему, у других нельзя. Это вопрос, который занимает умы всех нобелевских лауреатов и исследователей в этой области. Есть на него частичные ответы. Значит, у некоторых просто недостаточно этих Т-клеток, допустим. То есть их нужно как-то стимулировать, чтобы их стало больше. У некоторых Т-клетки активируются, но не проникают в опухоль, потому что опухоль создает для иммунной системы множество барьеров. Там есть барьер того, чтобы клетки мигрировали к опухоли, потом барьер против того, чтобы они проникли туда, в эту достаточно плотную опухолевую ткань, затем там в опухоли есть клетки, которые ее защищают от Т-клеток. То есть клетки иммунной системы опухоль ставит себе на службу, и они начинают отражать атаки иммунной системы человека. И более того, опухоль способна вот эти клетки, которые туда пришли, ее убивать, она способна их переучить и поставить себе на службу. Как со всеми этими проблемами справиться? С ними пытаются справиться по отдельности. Вообще с участием этих агентов сейчас ведется более полутора тысяч клинических исследований. Может быть, уже более двух. Огромное количество усилий на это направлено. Используют всякие комбинации. Но в первую очередь более эффективные агенты пытаются использовать. Ну, постепенно прогресс идет, но это уже не скачок, а такая постепенная эволюция в этой области происходит. Мы пытаемся в международном медицинском кластере создать экосистему, в том числе для биомедицинских компаний. Вот как ты видишь, что сегодня нужно в плане наших стараний для того, чтобы в действительности здесь сделать, если не новую силиконовую долину, но комфортную среду? Что нужно для биотеха? Ну, в первую очередь нужно, естественно, образовательную компоненту повышать, поднимать. То есть, должны быть люди, которые понимают, как происходит, допустим, если речь идет о разработке лекарств, как происходит разработка лекарств во всем мире. То есть, они должны быть обучены в частности системе документов ICH. Это международная система руководств. Это же университетов функция. Или они ее не выполняют? С чем связано? Насколько я вижу, они ее не выполняют. То есть, ICH люди обучаются на специальных тренингах, уже когда попадают на место работы, где это необходимо делать. Скажем, если они занимаются клиническими исследованиями международными, они обязаны изучать ICH GCP, то есть, руководство по надлежащему проведению клинических исследований. Если они занимаются формальной доклиникой, они там обязаны это изучить. Систематически, на мой взгляд, это не преподается, судя по всему, нигде у нас. Ты видишь, что это прям корень тоже, проблема обучения, это корень зла, то, что мешает нам развиваться. И ты считаешь, что проекты, подобные медицинскому кластеру, должны вкладываться, в том числе, в обучение? Я думаю, да, что это было бы правильно. Второе, это обязательно, конечно, помимо того, чтобы теоретические люди, навыки и знания люди получали, они должны стажироваться и видеть, как это происходит своими глазами. Может быть, то есть, конечно, хорошо было бы наладить какие-то там контакты с зарубежными, я не знаю, компаниями, медицинскими центрами, где происходит, собственно, трансляционная медицина. Но мы пробуем сюда сейчас привести. Очень хорошо, если будут компетентные люди, которые смогут, скажем, постоянно проводить какие-то семинары, тренинги среди сотрудников, дотягивать их до своего уровня, это очень важно. То есть, например, поработать под руководством человека, который хорошо знаком с регуляторикой, это бесценно, чтобы он постоянно там направлял, поправлял тебя и говорил, как правильно. Еще что-то? Да, второе, это, собственно говоря, чтобы успешно, так сказать, развивалась трансляционная медицина, должна быть создана законодательная и регуляторная инфраструктура, правильная для этого. То есть, вот в США, Европе и на территориях ICH она создавалась целенаправленно, там, начиная, по крайней мере, с 2000-х, с начала 2000-х годов, вообще-то раньше. То есть, вот, собственно говоря, суть трансляционной медицины, если внимательно изучить вот эти руководства ICH, она там записана. Там записано, как сделать так, то есть, самое главное, это чтобы весь этот процесс разработки лекарств был строго научным. То есть, чтобы он не основывался на теоретических предпосылках, а чтобы любое утверждение было подтверждено экспериментально. И чтобы была ориентация на высочайшее качество проведения всех исследований. Вот, для обеспечения качества и научности этого процесса разработки руководство ICH и были придуманы. Поэтому так важно, чтобы они были полностью внедрены в нас, чтобы вся законодательная база стимулировала оздоровление этого процесса. Потому что в настоящий момент она не такая, и это сильно вредит всем, я бы сказал, участникам процесса. В завершении я вижу, что новое поколение студентов, у некоторых из них горят глаза, они хотят заниматься биотехнологиями. Вот, что бы ты им мог посоветовать? Только не говори, что им нужно уезжать. Вот, как быть успешным? То, что вы же сделали успешный фонд, то, что ваш интеллектуальный потенциал был реализован в той или иной мере. Да, я думаю, что такие точечные истории делать можно и нужно для тех, кто не хочет уезжать. Самое главное, если совет, который дать студентам, это, ну, он совершенно банальный, это учиться как можно больше. И, естественно, нужно очень хорошо знать английский язык. Дело в том, что мы, я в свое время отвечал за набор сотрудников в экспертный отдел фонда. Там мы более 200 человек, наверное, пропустили через собеседование. И, на самом деле, никакие формальные признаки не гарантируют того, что человек нам подойдет. Нужен какой-то определенный склад ума. Это склонность к очень критическому мышлению, старание докапываться до любых деталей в анализе. То есть, очень важный аспект анализа, которым пренебрегают все, начиная от студентов, даже, может быть, в меньшей степени заканчивая профессорами и академиками. Это умение посмотреть на свой вопрос глазами оппонента. То есть, ты должен не стараться всеми силами подтвердить какими-то подтверждающими аргументами с твоей точки зрения, а ты, наоборот, должен ее постараться опровергнуть. Вот если твоя точка зрения или твоя научная гипотеза прошла все жестокие тесты, которые ты ей поставил, тогда она, ее можно считать, валидной и более-менее доказанной. Вот этого очень часто не хватает. То есть, люди разрабатывают лекарства, допустим, они убеждены уже заранее, что их лекарство работает. Им, в общем, нужно просто получить подтверждение в своих исследованиях. Нет, это так не делается. Они должны постараться свое лекарство завалить как можно раньше. Вот если им не удалось доказать, что оно не работает, тогда это может быть хорошим. И начислить провалов третьей фазы. Да, да. Мы знаем, что чуть ли не половина исследований оказывается не исчезает. Абсолютно. Только 10% препаратов, которые входят в клинические исследования, доходят до конца третьей фазы. И во многих случаях этого можно было бы избежать, если более строго подходить к формулированию гипотезы, планированию экспериментов. В том числе, работая в рамках трансляционной медицины, перепроверяя концепции, верность концепции на каждом новом этапе. Обязательно. Именно это и есть, в общем-то, суть трансляционной медицины. То есть, суть трансляционной медицины состоит в том, чтобы методами доказательной медицины постепенно довести работающие лекарства до рынка и обрубить неработающие как можно раньше, чтобы не тратить усилия, деньги, время пациентов, надежды пациентов. Потому что пациент, который приходит в клиническое исследование, оно в конце концов проваливается. Это тоже огромное разочарование для всех и часто неприятные последствия. Но была прорывная терапия и будет, про которую мы обсуждали. Дорогой Илья, спасибо тебе большое, что ты пришел. Мы будем ждать обязательно твоих новых сообщений на сайтах биомолекулы 22 век. и мы желаем тебе успеха в реализации смелых идей и эффективных вложений в рамках работы в фондах. Спасибо. Спасибо. Спасибо.